Как магнит может вас кормить конфетами каждый день? А где продукт? А продукт? Вот, осталось по одной конфетке. Ну, я вам вас раздалил, ну вот, пожалуйста, заполняйте в уголке потребителей. Ну вот, вы просили снимать работу статей на практике, вот мы это и сделали. Ребята, вот вы любите конфетки? Вот я очень люблю, на самом деле, с чаем, скушать конфеты. Пойдемте, я вам покажу, как магнит может вас кормить конфетами каждый день. Пойдемте. Ну, смотри-ка. Сникерс у нас содержит две маркировочки, по обоим маркировочкам они просрочены. Продолжение следует... Здравствуйте, вы управляющий, да? Смотрите, приобрели у вас только что просроченный продукт, вы хотели бы сделать возврат? Вот конфетки на возврат. А где продукт? А продукт, вот, осталось по одной конфетке. А как вы выяснили, что он просроченный? А маркировочек. Вот здесь лежала вот эта. Отсюда маркировочку, видимо, уже унесли, но у нас есть фотофиксация. Ну, как, мы понимаем, снова выяснили, что это просроченный продукт? Как? Давайте, сейчас я вам фотку покажу. Так, соответственно, вот раз. Просроченный? Ну, я не знаю, откуда эта маркировочка. Здесь лежала у вас конфеток. Соответственно, это раз. Получается, до мая 2021 года, 2019. Ну, я вам возврат делать не буду, пожалуйста, заполняйте в уголке потребителей. Я не знаю, с чего вы решили, что этот продукт просроченный. Либо внесите мне весь товар. 503-я статья гражданского кодекса, вы знаете? Независимо от того, насколько уменьшилось количество товара, идет возврат. Есть варианта два. Либо нам на месте оформляйте возврат, и мы сейчас вызываем полицию. И пишем уже заявление по факту продажи просроченной продукции. То есть, есть видеофиксация. Хорошо. Откуда я знаю, что вы не принесли этот спикер? Есть видеофиксация, как мы это все делали. Но вы несколько раз заходили в магазин, если не ошибаюсь. Да, есть видеофиксация, как мы. Первое видеофиксация о том, что вы зашли. Мы напишем заявление, а вы можете написать ответное, если вы считаете, что вы что-то подкинули. Но вам придется это доказать. Мы сможем доказать в покупке просроченного продукта. Если вы считаете, что у вас в магазине все идеально, окей. Но, вот, например, давайте я вам еще покажу. Давай зафиксируем тоже. Соответственно, от 9 до 20 до 8 месяцев. Посчитаем. Ну и так далее. То есть, есть несколько пунктов. Опять же, в молочке тоже мы можем туда пройти. Ну, с полицией уже пройдемся, если мы сейчас зарад не оформим. И чек возврата только. Чек возврата это обязательно. Все, чек возврата у нас есть. Деньги нам вернули. Теперь, ну, я предлагаю, мы сейчас пройдемся, посмотрим нарушения, соберем их. Конечно, я только застала. Вот, а сейчас мы, собственно, пройдемся по магазину, соберем какие-то нарушения. И я думаю, что мы потом их утилизируем и с администратором. Так, ну, смотрите, у вас более-менее в целом достойный магазин. Мы хотим сказать, что мы видели намного хуже. И это хороший результат достаточно. То есть, у вас сотрудники достаточно ответственно подходят к своей работе. Единственное, да, косяк по конфетам, конечно, но я думаю, что теперь вы исправите. Это, соответственно, на списании. Смотрите, еще один момент. По техническому регламенту, на каждую упакованную в отсутствие... Да, информационная лист. ...маркировка. Да, маркировка обязательно только здесь. Не то, что на хлебе где-то там лежит, а вот именно здесь. Вы напишите, пожалуйста, тем, кто вам составляет, потому что по нему маркиражную информацию представляли. Битые баночки. Да, три месяца. До 28-го, значит, вчера должны были снять. Да, все, тогда вот это на списании. Ну вот, вы просили снимать работу статей на практике, вот мы это и сделали. Таким образом работает именно 503-я статья Гражданского кодекса, которая регулирует именно возврат товара ненадлежащего качества. А товар с истекшим сроком годности – это однозначно товар ненадлежащего качества. Рекомендую вам изучить эту статью, потому что она предусматривает еще не только возврат денег, но там есть другие возможности взаимодействия с продавцом, если вы увидели, что ваши товары ненадлежащего качества. Конкретно их пять. Первый момент, который может потребовать покупатель, если товар оказался ненадлежащего качества – это замена товара. То есть, например, вы купили какую-то игрушку, принесли домой, она сломана, вы решили ее вернуть, вы приходите в магазин, и вы можете потребовать заменить ее на игрушку точно такую же, только хорошую. Второй момент. Вы имеете право попросить на месте устранить недостатки. То есть, например, вы купили биджак, пришли домой, оказалось, что у него внутри карман оторван. Вы имеете право прийти обратно, например, в это отелье какое-то, и потребовать, чтобы на месте вам этот карман пришили, то есть, устранили недостатки. Также вы имеете право на то, чтобы вам возместили те затраты, которые возникли в связи с устранением этих недостатков по товару. Ну, допустим, вы купили тот же самый пиджак, карман оторван, вы отнесли в другой отелье, в другом отелье вам пришили, допустим, это стоило 500 рублей. Вы сохраняете чек, идете в магазин и говорите, смотрите, вот товар належащего качества у вас приобрел, у него был отель внутренний карман, соответственно, я сходил в отелье, у него пришили, вот чек 500 рублей, я прошу возместить вас, соответственно, мои затраты на устранение недостатков товара. Вам обязаны эти недостатки, вам обязаны эту сумму вернуть. Также вы имеете право на соразмерное уменьшение стоимости. То есть, допустим, вы потратили 1000 рублей на какой-то товар, он оказался належащего качества. Например, вы купили своему сыну робота за 1000 рублей, пришли домой, оказалось, что у этого робота, я не знаю, отрывается нога, вот там, ну, не прикреплено хорошо. Вы возвращаетесь в магазин и, допустим, вы говорите, что я хочу, чтобы вы снизили стоимость этого робота на 200 рублей. Дальше у вас начнутся переговоры с продавцом, там вы напишите претензии и так далее, но тем не менее это ваше право потребовать соразмерного уменьшения цены. Пятый вариант, который у вас есть, это отказаться от совершения договора купли-продажи и, соответственно, вернуть стоимость товара, полную стоимость товара, что хочу отдельно отметить. В данном случае вы обязаны будете отдать товар, который вы купили, ненадлежащего качества. Ну, вот в нашем случае, да, на нашем примере, мы приобрели конфет. Ну, килограмм, наверное, 10. Я точно не знаю, но много. Когда мы делаем возврат, мы обязаны вернуть товар продавцу. Но есть очень интересный момент в этой статье, в той же самой 503-й статье Минзанского кодекса, которая говорит, что в случае, если каких-либо обстоятельств, товар был, ну, слегка уменьшился. Допустим, вы купили колбасу, колбасу, вы скушали 90% колбасы, остался маленький хвостик, и тут вы ай-яй-яй замечаете, что она просрочена. Вы имеете право принести этот хвостик продавцу, положить его и сказать, что вот товар у вас ненадлежащего качества, он был просрочен, вот чек там, ну, и слегские показания. И, соответственно, хочу за него полную стоимость товара. Продавец обязан вам вернуть полную стоимость товара, несмотря на то, что вы его уже скушали. Вот, мы не будем сейчас говорить про моральный вред, там, суды и так далее, которые также возможны в этом случае, мы просто говорим про возбрат товара. Следовательно, в нашем случае мы купили 10 килограммов конфеток, и, может быть, мы их быстро скушали за 20 минут, может быть, мы их куда-то потеряли, выкинули, что угодно мы с ними сделали, у нас осталось вот по одной конфетке, каждую виду. Вот мы купили два вида конфеток, у нас осталось по одному виду конфеток. Ну, любые обстоятельства. То есть, я сейчас процитирую конкретно, как в законе сказано, при возврате покупателя, уплаченной за товар суммы, продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потеря им товарного вида или подобных обстоятельств. То есть, из-за полного или частичного использования товара. Соответственно, мы каким-то образом использовали товар, он осталось по одной конфетке. Мы имеем полное право принести обратно в магазин по одной конфетке и сделать возврат полной суммы, уплаченной за эти конфеты. Это не инструкция к действию, это просто юридический ликбез по тому, как пользоваться 503-й статьей гражданского кодекса. Я ни в коем случае не призываю вас покупать просроченный товар и употреблять его в пище, потому как это однозначно может привести к опасным последствиям. Надо понимать, что просроченный товар – это опасность для вашего здоровья и, может быть, даже иногда и жизни. То есть, ни в коем случае нельзя покупать колбасу с развакуумом, например, фиксировать, кушать, а потом приходить возврат делать, потому что до возврата вы можете не дожить. Я не буду рассказывать, что это был бутулизм, сами можете погуглить. Ни в коем случае не надо покупать некачественный товар, употреблять его в пищу и потом идти за возвратом. Эта инструкция, она на тот случай, если вы действительно не заметили, что товар был некачественный, просроченный или какие-то другие у него есть косяки, например, там деформирована банка, например, была консервов. С одной стороны, это такая мелочь, но с другой стороны, это действительно очень серьезная опасность для здоровья. Соответственно, на этот случай эта инструкция и записана, чтобы вы понимали, как действовать. Смотрите, вы просто меня просили записывать инструкции вот именно по статьям, может быть, по каждой статье отдельно, с освещением это на практике. Я показал, как она работает на практике. Я рассказал, ну, дал сейчас небольшой ликбез по этой статье в принципе. Напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Может быть, что-то добавить, может быть, что-то убрать. Может быть, побольше практики, может быть, поменьше вот этого словоблудия, которое вы сейчас слушаете. Напишите вообще, оставлять мне такой формат или нет. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, ну, вы все это сами прекрасно понимаете, потому что очень многие люди смотрят мои ролики, не подписавшись на канал. Я не знаю, почему это все делается, зачем, но, как бы, если вам не сложно, нажмите кнопочку подписаться, мне будет приятно. Ну и с точки зрения развития канала это тоже дополнительный плюс. Все, до новых встреч! Всем привет! Сегодня мы находимся снова в Дикси. Эти конфетки как раз те, что нам и нужны для приготовления нашего торта. Я вот принес на кассу, я всегда так покупаю, хочу купить товар. Вы отказываетесь пробивать? Совершен, вы в полиции. Вы у нас в рейтинге, да? Я вам сейчас назову несколько статей и несколько законодательных актов, которые вам будет необходимо изучить как администратору торгового объекта. Ну, получается, что это в таком виде подойдет? Ага. Статья пятая. Пункт пятый. Запрещено реализовывать товары с истекшим сроком годности. Субтитры создавал DimaTorzok